Ну все прекрасно понимают значимости в течение этапа и в частности каждого матча, который как-то решающий для нас, особенно потому что мы понимаем, что вся борьба за уважение впереди, очки нужно набирать, об этом доносим ребятам и сегодня работаем на ментальность, на психологии, на организации игры и понимали, что будет много борьбы, команда сбитая в Ростове, в смысле сбитая в плане, что она целостная достаточно. Ну в целом, я бы сказал так, ожидаемый ход и мы старались реализовать сильные стороны в атаке, Махиби практически закрыли, он ничего не сделал, но вот одна ошибочка, к сожалению, мы не забили 20% момента, это Хазыра Павел, когда прессингом накрыли, застали ошибиться, нестандартно, а игра на сброс пошел, но почему-то Никита не бил по мячу, а как-то прыгал, подчетный мяч, а 6 метров до ворот практически весь створ перед тобой, что хочешь куда бей. Куда угодно бей, не забивай, ну не забили. Ну и получаем оборотку, просто выноса, ударимся перед мячем и получаем гол. Комментарий, как бы игра до гола шла, кто ошибется, но к сожалению, они ошиблись, мы реализовали, мы ошиблись, не рисовали. Вот достаточно просто все, а все понимают значимость, все понимают, что надо бороться, понимаем и все, что у нас есть проблемки с тем, что не совсем состав сбалансирован, ищем какие-то моменты, понимаем, что игру приходится упрощать, явно футбол, не который хотел бы, но он вообще не дает, не дает сантимента, но главное, оборона надежная и искать шансов взять оборот. Вот проблема пока забивания голов, она стала достаточно резко, много над ними работаем, но пока никак наши нападающие, атакующие, какие-то не могут попасть в оборот. В таких матчах не бывает много моментов, соперники сейчас, преми-лига российская в этом году, она крепкая, те команды, которые мы внизу, очень сильно крепились, достаточно, поэтому здесь, каждая игра на вес, на вес золота, но вот сегодня могли и выиграть, на три результаты игра шла, я просто так до гола, гола не забили, мы и забили. Ну, немножко метод, немножко странный, когда атака-то пошла, голевая, ростовское судейское решение, когда мяч отдали сопернику, это, конечно, непонятное решение, странное, мяч у нас вдруг отдается ворталют, вынос мяча и мы получаем ошибку. Эмоционально были расстроены, пока это переживали, не успели дать позиции, это плохо, плохо, конечно, неправильно, надо реагировать быстро, но я спросил судью, в чем дело, он мне ответил, что коснулся, в последний раз мяча воротарь, а при спорном моменте надо отдавать, или подожди, стоп, мяч выбивается в нашу сторону, мяч летит нас в защиту, дай паузу, чтобы наш коснулся игрок, он по-спортивному мяч же у нас, он же выбивал его просто в поле, ну и это сделать паузу, чтобы свисточек, а ты делаешь свисток, когда мяч в воздухе, к нам летит, я же поправил, начать обратно, то есть ты изначально, значит, сознательно сделал так, чтобы мяч вернуть туда, а ты паузу дай одну секунду всего лишь, по-игротски знаешь мяч, но он замолчал, не хотел меня поймать на этом месте, на этих правилах, но немножко ошибся, это немножко так, все это немножко смазало судейство счете в этом плане. Спасибо большое, коллеги, вопросы, поднимайте руку, представляйтесь. Фуфалин Леонид, газета моя, Сергей Абвазович, 7 минут оставалось чистого времени, когда Факел пропустил мяч, но не вновал команда, не пошла, то есть было такое ощущение, что опустошенная команда в плане эмоций, и вы тоже в втором тайне выглядели опустошенно, поскольку в первом вас как бы гаштишником остудили при таком судействе, понятно, но у вас как-то тоже эмоции, вот как-то вы меньше выходили в бровки, то есть насколько судейство, вот мы тут сейчас, с объективным ощущением, мы же не давали, ну судейство, во-первых, мы не можем сейчас детально, во-первых, смотреть видео, то я еще обсуждать, забивайте свои голы, как бы ни было, это раз, а второй момент, ну какое опустошение у меня может быть, просто я с ногу бегать, кричать, попая, насудил все время, сейчас, да, второй, желтый, я ушел, а так, ну, игра идет, дается, мы приезжали моментом с Ростова в штрафной площади, атакуем, доставки идут, так далее, удары, удары, какие-то там рикошеты, два момента хороших, игра, игра, я же не должен бегать, мацаник, кричать, а команда пропустила, конечно, эмоции, эмоции, вы понимали, что, и ребят понимают, что в такой борьбе, Ростов обороняется большими силами, высококлассные футболисты играют, игроки сборной, условно, понятно, что пропустив гол остается 7 минут, мы пытались сделать навал, но у нас Райан, с повреждением уже, он не мог идти на стандарт, который хорошо головой играет, к сожалению, у нас никого пускать, у нас Сережа, вот, после травмы, он не готов, и вот сразу тяжело выйти в такую игру, поэтому здесь этот гол, конечно же, конечно, мацаник сработал на всех, туда началась пешка, суета, туда бить, не сбить, мы сбили туда, но в борьбу не смогли выиграть, это уже навал не совсем хорошая штука, она не всегда дает результат, иногда нужно будет хладокровнее, все минуты большое время передобавочное, более хладокровнее сыграть, но, повторюсь снова, сейчас психология играет роль, вероятность ошибки очень высока, и борьба за результаты, за очки, ясно, что футболисты несколько диски пощены, вот тот же Ростов, он более раскрепощенный, хотя у них тоже была ситуация, сейчас проиграв, они тоже были рядом с зоной, поэтому у них и были эмоции такие, после победы, так бы победы держать, так бы и у нас были эмоции такие же, но сейчас, когда весенний футбол, вот в чем, если порассуждать, минусы чемпионата осень-весна, мы вроде проходим большие сборы, огромные, как при сезонке, играют все 12 матчей, где-то не может, но вот начало летом, только как в футбол все играют, больше команды, а на конец сезона команды больше высокие места, и команды за выживание, тут уже не до игры, там, какой-то красивый футбол, а главный результат, и конечно, что футболист зажимается, это нормальная психология в этом, это все время было, то есть мы работаем и на сезон, готовимся, а в 12 всего лишь матчем, это проблема огромная для этой системы самой, она не имеет возможность подпоказать красивый футбол, потому что давляет результат, и ясно, что здесь и бои зашибиться лишний раз, и так далее, запрощаются футболисты, это не только нашей команды, а во всех командах, вот сейчас команда, которые более, я пришел дошел лохматом вверх, из зоны вылета, мы вступы проводили, мы играли в футбол, мы играли в 5-е место, но мы были раскрепощены, мы не боялись, что там нас подвал будет ждать, ну, было просто, мы не там, не там балансируем, поставим 5-е место, давайте, и играли, и играли в хороший футбол, раскрепощенный, смотрибельный, а сейчас, когда борьба за выживание, тут ушки до сантимента, тут, к сожалению, приходится наступать иногда на горло собственной песни, и бодаться за очки, но сегодня, к сожалению, могли ведь и выиграть, и мячу, и проиграть, к сожалению, третья сработала на нашу пользу, так. Коллеги, есть еще вопросы? Секундочку, представляйте себе. Юрий Козлов, на самом деле, правда, Воронеж, я срекватил еще раз к судейству, просто перечислил, леверды, чуть не сносят голову Байрамян, нашему футболисту, не следует желтокарщика, красный шланг, потом он снова отбивает игрока, фол, срыв атаки, и опять не дает желтокарщика. В самом начале треть команды посажена на желтой карточке, в самом начале матча, при неочевидных фаллах, но уж точно, многие из них не на желтой карточке. Не на желтой, да. А почему это все будет, хотя бы протест какой-то флаги по поводу существа? Ну, сейчас, как таково, ну, принципы могут подать руководитель на ГСК, там, чтобы разбирали моменты, но что-то изменится, ничего не изменит. Я не сторонник внимания, сильно обращать на это, я всегда обращаю внимание на игру своей команды, что я буду шашкой махать на голову. Мне то, что не понравилось, когда нам после этого спорного момента, она пошла длинная, нам забили гол, то, что он сознательно дал свисток, чтобы отдать мяч Ростову. Понимаю, что мяч наш. Вот это вот, я первый раз... Не дай свисток, дай это коснуться нам, ты понимаешь, энергично наш мяч. Мы выиграли этот мяч, вырвали, мы накрыли прессинг, мы не выбили мяч, пусть приметна защитить, тогда свистнет. А ты свистнул в воздухе мяч и отдал в артолию по правилам футбола типа. Это сознательно было сделано. Ты же понимаешь, что мяч тебя отдать туда. А, правильно говоря, было ощущение, что судейство принесет? Ну, мы не имеем права такие вещи говорить. Но они суть, а по игрокам? Можешь сказать, что слабое судейство, ладно, с принзятым. По игрокам, а вот с Божиным Маяким, что? Ну, ребята, они лечатся, устанавливаются, я думаю, там, Сережа Божья, думаю, через тур уже будет готов, через тур Славника, через два тура, я так думаю, тоже будет готов. Коллеги, есть еще вопросы? Представляйтесь, пожалуйста. Про Василия Захаршевский, Матч ТВ, про Райана, что там за травма? Ну, пока рано судить, спазм есть, а что это такое? Может, просто спазм мышечный, а может, проблема, может, повреждение, будем следовать. Спасибо. Все, есть еще вопросы, представляйтесь. Телеграм-канал Наглицы Заворонежа, Сергей Бузьевич, вопрос такой, в восьмой минуте матча, по сути, сразу два игрока нашей команды на карточках висели, повлияло ли это на планную игру, что-то пришлось скорректировать, учитывая то, что все-таки... Ну, я в самом согласии, сейчас мне сложно, погодише сам говорить, но вот Игорь Кореев, мне кажется, в фронтайме, когда желтое есть, я уже немножко подсел, он всегда долго не играл. Ну, осторожно. Это я уже после матча для себя немножко сказал, помощникам, что, может быть, надо было выпустить мастерного, дать игру, паузу, мастерного, все-таки, прошел у нас весь сезон, мне кажется, этот момент не доработали, не надо было делать замену, надежность сзади, основная, лучше, тем более, не просто выходит, а выходит Влад Мастерной, который сыграл практически все матчи в составе. Я думаю, что здесь вы правы. Ну, немножко так, все-таки хотели на атаку усиливать больше, желание громкость очка брать, мне кажется, будет более сыграть прагматичнее, лучше очка, чем ноль. Ну, это пять часов после, затем забью, вообще мы так можем говорить, а на самом деле... Да, ну, вот опять же, восемь минут, простое нарушение правил, там, ни травмы серьезной, ничего нет, вдруг сразу желтая. Ну, посмотрю внимательно, что за травма, что за то, а то, и такие же двойные стандарты сегодня работали, почему нет. Ну, судья был непоследником, мое мнение, то, что это абсолютно идентичный эпизод, и по разным траграммам. Наверное, такой уровень. И еще вопрос, по следующему матчу планируются ли какие-то изменения в старт, в составе, может быть, какие-то какие-то... Ну, посмотрим, будем думать, спать в Краснодар готовиться, ни в коем случае не поймем в Краснодар, что он играть проходной матч, а потом готовиться в Самаре. Нет, мы будем спрятаться с зубами за каждую игру, чтобы, братичка, а как изменения, ну, возможно, может быть, поскольку, как состояние ребят, как еще... От параллеза игры в Краснодара понимаешь, что там быстрые футболисты, там нужно... Сейчас, не дай бог, что-то с Райаном, то вообще у нас проблемы будут, поэтому будем что-то думать. Вот наша работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова